Место проведения областного совещания было выбрано не случайно. Ленинский район считается одним из передовых в регионе по взаимодействию всех служб профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В нашем районе работу комиссии по делам несовершеннолетних сумели выстроить таким образом, чтобы максимально охватить все проблемы, с которыми могут столкнуться дети. Комиссию во всех районах должны возглавлять замглавы по социальным вопросам. А помимо этого в нее входят представители управления образования, культуры, здравоохранения, отдела по делам несовершеннолетних, психологи. Это органы и субъекты системы, все единые системы, которые работают именно в первую очередь с целью профилактики и в вторую очередь, если уже что-то такое произошло, с тем, чтобы вытащить ребенка, который оказался в этой ситуации, помочь семье, и чтобы больше таких правонарушений не было. К сожалению, несмотря на ежедневную работу комиссии по делам несовершеннолетних, работники правоохранительных органов продолжают фиксировать нарушения, совершенные детьми. Это касается и административных нарушений, таких как распитие алкогольной продукции, курение и уголовных, а это уже вопрос серьезный. И порой ребенок оказывается в такой ситуации случайно, например, попав в плохую компанию и будучи вовлеченным непорядочными людьми. Но надо отметить, что в последнее время число детей, попавших в сложные ситуации, значительно сокращается, во многом благодаря отлаженной работе сотрудников системы образования. Учет несовершеннолетних, непосещающих или систематически пропускающих по неважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. Это тот самый всеобуч, о котором мы с вами очень хорошо помним. И я бы хотел от лица нашего министра образования Марина Борисовна Захаровой выразить вам признательность всем здесь присутствующим в этом зале за ту планомерную, практически ежедневную работу, которую вы ведете по теме всеобуча, благодаря которой сегодня наши цифры отчетности выглядят очень впечатляюще в процентном отношении количества учащихся в Московской области. Если этого не делать ежедневно, может быть, кому-то не очень нравится и даже вызывает некоторое внутреннее возмущение. Вот те требования, которые министерство ставит по ежемесячным отчетам в этом направлении, но, уверяю вас, если мы не будем за этим следить ежедневно, цифры резко ползут вверх. А чтобы подростки не терялись в потоке жизненных обстоятельств, администрациями муниципалитетов области изо дня в день проделывается огромная работа по привлечению школьников в полезные для них и общество дела. На бесплатной основе функционируют различные спортивные и творческие секции. Работают специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях. Функционируют лагеря летнего отдыха. Одним словом, ребенку достаточно лишь иметь желание быть занятым хорошим делом, а возможность, где себя проявить, всегда найдется. Молодежь, дети, мы должны понимать, что это потенциал нашего района, нашего государства, за молодежью будущее нашей страны. Поэтому работаем. Совещание завершилось выступлением детско-юношеской организации «Мы вместе». Учащиеся девятой школы продемонстрировали жизнеутверждающие музыкально-танцевальные номера, в которых постарались передать настроение современной молодежи. Оранжевый цвет, отброс побед, я верю в ребят, стоящих рядом. Руку мне дай и передай энергию сердца добрым взглядом. Мне хорошо, я здесь живу, и это мой дом, я точно знаю. Разных дорог зовут маяки, но я вновь вернусь в родное здание. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.